Добрый вечер, в очереди телеканала Астана, программа «Статус-кво». И сегодня у меня в гостях известная казахстанская певица Маржан Арапаева. Добрый вечер, Маржан. Добрый вечер, здравствуйте. Маржан, в этом году вас признали лучшей певицей года. И я знаю, что для вас это было очень важно, получить это признание. Да, на самом деле, признание своего народа, поддержка, любовь, Это, конечно, важнее, чем где-то выступать за границей, получить признание этой публики или признание своего народа у себя на родине. Поэтому для меня это было очень важно. И таким достижением, наконец, в 35 лет я получила какую-нибудь такую награду. Но я помню ваше удивление, когда, то есть вы как будто бы не ожидали. Да, на самом деле, нет, было, конечно, такое волнение, наверное, переживание. Хотелось. Я молилась, я просила Всевышнего, чтобы это было я, пожалуйста. Я думаю, что это каждый с каждым человеком происходит. Он, наверное, переживает за себя в первую очередь, конечно. Но было, конечно, тоже... В какой-то момент я уже думала, наверное, все-таки возьмет Алтыная. Потому что Алтыная Журобаева, она все-таки начинала карьеру до меня. Она любимица нашей публики, очень хорошо встречают зрителей. Но, тем не менее, признали лучшей певицей года все-таки вас. Да, и в этот момент, конечно, мы с ней прямо обнялись. Это все было снято, все это показали. Было, конечно, очень волнительно. Все так вот, как будто происходило все во сне, непонятно. И я так вот в суматохе. Что мне нужно сказать? Что нужно сказать? Боже, что делать? Как это все? Вышло на целый. И прямо вот, наверное, сбор вот так вот. Там слова, тут собрала, все собрала. И непонятно. Заранее какую-то речь я не готовила. Вы, кстати, были единственной, на мой взгляд, кто искренне радовался своей победе. Кто действительно не ожидал, для кого это было, на самом деле, признанием. То есть таким долгожданным признанием. Да, тут было такое двоякое какое-то, знаете, вот. Для меня, конечно, это был очень, очень счастливый день. Я ходила там пару дней, наверное, вся такая. Порхали. Смотрела на эту свою статуэтку. Вот, мне дали представляться. Звонила всем своим родным, родителям. Вот. И, конечно же, все это было, на самом деле, наверное, не наигранно, наверное. Я где-то потом пожалела. Боже мой, надо было подготовиться, сделать какое-то лицо на камеру. Спасибо большое, приготовить речь. А с другой стороны, наверное, пусть так и произошло. Все так вот. А кому вы благодарны, в первую очередь, за эту награду? Я, в первую очередь, благодарна людям, которые поддержали меня, голосовали. А от правительства, от государства у вас есть награды? К сожалению, пока еще нет. То есть вы еще не заслуженный деятель нашей страны? Я еще не заслуженный. Хотя часто происходит такое, что приходишь на мероприятия, какие-нибудь корпоративки или тои, да, наши. И часто там, а да, ведущие, они объявляют обязательно. Заслуженный артистка, там, Ембек Санурген, Хайрат Кире. Или там, что я прошу, не надо так объявлять, не нужно. И мне, ну, Бржан, вы заслужили. Для нас вы такая. Иначе, да, блядь, публика встречает, они действительно, вот, наверное, воспринимают, что да, она, оказывается, получила, или что-то там, кто-то подходит, поздравляет. Я говорю, на самом деле, нет у меня никакого вызывания. Я думаю, что всему свое время, придет время, наверное, получу. Может быть, я еще не заслужила. Кстати, у меня была на программе Дельна Сахмадеева, и я вот не знала, но заслуженного деятеля, оказывается, можно получить, подав заявку самостоятельно. То есть, если вы сами подадите заявку. От, допустим, от, допустим, организма, ну, места, допустим, где я работаю, вот, я могу дать заявку от филармонии, где я сейчас работаю, государственная, да, от министерства внутренних дел, оркестра именно, от ансамбля. Я над этим задумалась. Нет, а почему не подаете заявку? Неужели вы думаете, что вы в свои 35 лет, являясь сильной вокалисткой, думаете, что вы не заслужены быть заслуженной деятелем? Вы знаете, Дина, я скажу правду. Вот в 35 лет, только в этом году, когда все вокруг начали получать, шел ажитаж поздравления, я получила там того. И я начала уже серьезно задумываться, и приняла решение, что на следующий год я должна получить обязательно. Поставила перед собой такую цель, задачу, думаю, что к ней приду. Вы знаете, что говорят о вас ваши коллеги? Ну, надеюсь, хорошие. Хорошие, да. В основном все говорят о том, что у Мажена Рапаевой очень скромная девушка. И такое казахское слово, Харапаим, да, оно вот прям очень четко говорят, ну, это характеризует именно вас, что вы скромны в своих гонорарах, вы скромны в своих требованиях, да, там, то есть у вас нет никакого райдера. То есть даже сейчас вы говорите, что вы только сейчас понимаете, что вам действительно необходимо стать еще и заслуженным деятелем. Да, на самом деле это так. Об этом я знаю сама, что я такой скромный человек. Ну, в плане, что какая-то, наверное, нетребовательная. Если вот, пожалуйста, в какую гостиницу, допустим, организовать игру, ну, какая пойдет нормально, главное, ну, чтобы... Чтобы кровать была. Ну, чтобы кровать была, чтобы было уютное, приличное что-нибудь. То есть каких-то вот своих там... Требований. Требований, наверное, я не выдвигаю. А почему? Не потому, что я себя не люблю. Это не потому, что я себя не уважаю, не люблю. Но потихоньку я к этому прихожу, потихоньку, потому что все равно должна быть какая-то самооценка, свое что-то, свои какие-то условия. Вот. И, наверное, я не тот человек, который вот... Жила вот скромно-скромно, а потом бац, навалило счастье на голову, да и я начала такой. А дайте мне, пожалуйста, лимузин, стрейте меня там, как подобает. То есть ко всему надо идти так, по чуть-чуть. Я всегда знаю, откуда я вышла. Я вышла с простого аула, с деревни. Была простой девчонкой, с простой семьи. Вот. И резко менять себя там, я не знаю. Для меня это, наверное, как-то неправильно, что ли. Я не могу объяснить это. Но к хорошей жизни я стремлюсь. И хочу жить, конечно, очень комфортно, богато, роскошно. Я это очень люблю. На самом деле. Я помню, знаете, момент, когда... Это было очень давно, может быть, лет 10 назад, когда вас активно поддерживал банкир Андрей Беляев. Да. Тогда Маржан Рапаева была... Мне почему-то кажется, что вы были тогда на взлете. Я была... То есть вы, по крайней мере, вас часто показывали в эфире, у вас были концерты. Да. Благодаря этим клипам, наверное, было их двое. Два-два клипа. Один снимался здесь, в Казахстане, другой в Ташкенте. Вот. Поступило предложение спеть песню Андрея Беляева. Я, конечно, на тот момент абсолютно не знала, кто этот человек. Но потом, близко познакомившись с его творчеством, когда мне подарили диски, книги на стихи Беляева. И когда я уже принимала участие на разных концертах, я понимала, что этот человек, он написал много песен не только для наших певцов. Также были, участвовали звезды с России, как Лайма Вайкуля. Праздники, конечно, были шумные. Устраивались целые прям... Особенно, я помню, когда мы ездили в Караганду, там на площади было очень массовое гуляние. Фейерверки, шоу. Та же Анжелика Варум с Гутином приезжали. Потом... То есть была такая хорошая финансовая поддержка, да? Да, хорошая финансовая поддержка в плане... Ну, думаю, что где-то, наверное, были осуждения. Потом люди говорили, вот, все деньги были отправлены туда, они там все тратили. Ну, собственно, я думаю, что зато дарили людям какой-то праздник. Мне было очень-очень жаль, когда произошло такое вот событие с Андреем Беляевым. У меня прям было желание поехать и подержать, но, к сожалению, это было невозможно. А потом, что произошло, к сожалению, он ушел из жизни. Вот. С этим человеком, с его супругой, с его семьей связывают меня только хорошие. После Андрея Беляева были еще спонсоры вашего творчества? Нет. Спонсор это как? Вот Андрей Беляев снял клип, он его раскрутил. Вот. А какую-то финансовую поддержку, там, что-то там... Вот с ними себе еще какую-нибудь клип, или шееплатье, или сизи туда. Да, вот такого как бы не было. То есть он раскручивал свое творчество, и это было, конечно, вы были ресурсом. Выгодно или что-то где-то и мне, и для меня тоже. А вот чтобы по жизни иметь спонсоров, каких-то магнатов, я не знаю, которые спонсировали, поддерживали, вкладывали какие-то деньги, и никогда такого со мной не происходило. Может быть, поэтому я такой скромный человек, который зарабатывает свои деньги сама, вот и сама распоряжаюсь, как, допустим, как мне потратить, что мне нужно сделать, какие мне нужно песни записать. Вот до сих пор я над этим думаю и принимаю решение сама. Ну вот вы как лично считаете, артистов должны поддерживать? Конечно. Спонсоры, меценаты, чиновники, да, мастерство культуры. Они должны так же, как, допустим, так же, как и врачи, так же, как и учители, так же идти должна поддержка. Но ведь существует миф о том, что вы и так хорошо зарабатываете, что за одно выступление вы зарабатываете там от двух до десяти тысяч долларов. Да, если учитывать, что вы выступаете вы каждые выходные, то у всех ведут такой математический подсчет, и все говорят, да, они и так неплохо живут, платят ли они налоги, это вообще другой вопрос. А потом остается вот этот уровень тойский, скажем так, да, все записывают песни, которые, как обычно говорят, прокатывают на тоях, хорошо проходят, да, и вот этот уровень остается, мы же потом не растем. Ну это ваша работа? Ну это наша работа, да. Это ваш хлеб? Это наш хлеб, это, признаться честно, ну что тут признаваться, когда все в этом знают, что это наш основной заработок, на самом деле. Но сейчас очень много стало выступлений, допустим, приглашают какие-то концерты спеть под аккомпанементом симфонического оркестра, много таких вот выступлений, где мы получаем гонорар, хороший гонорар. И вот в такие моменты я очень радуюсь, что у нас есть такие концерты, что их становится очень много, где вот приходишь, работаешь на сцене, от души работаешь, поешь, публика аплодирует, все это солидно, все это вот так вот на уровне, и потом с тобой рассчитывается, понимаете, вот так вот зарабатывать. А сколько вот сегодня? Каков гонорар Маржана Рапаева на сегодняшний день? Люди колеблются, бывает, вот, я, наверное, я нескрою, а когда люди звонят и говорят, Маржан, у меня будет такой вопрос, да, где вы проводите мероприятия, если не говорят, там, допустим, какой-то ресторан, где-то за окраиной города, да, где-то немножко далековато от города, мы хотели бы вот вас пригласить, но у нас немножко не хватает денежек. Ну, это мечта, допустим, моей дочери, вот она сейчас выходит замуж, и мы хотели бы, чтобы эта мечта исполнилась, сбылась, но тогда я вот начинаю входить к этому положению. Ну, насколько вы согласитесь? Вот, то есть, до какой суммы вы готовы опустить свой гонорар? Ну, по-разному. Допустим, я могу заработать где-то на выступлении полторы тысячи долларов, две тысячи, три, четыре, пять, но больше пяти я не зарабатывала, это правда. Вот, и бывает, конечно, вы знаете, на самом деле такой идет разговор, я зарабатываю по городу, мои расценки стоят столько-то, но для вас я могу, допустим, скинуть так, как вы. Ну, вот если к вам звонят сокраины, говорят о том, что очень мечтают, то есть за пятьсот долларов, ну, мечта нашей дочери... Тогда уже, наверное, не стоит, наверное, этих денег брать, денег брать, оставьте себе там на конфеты, на подарок дочери, лучше приехать так. Тысяча долларов? Тысяча долларов бывает, да, можно. Да, можно, да? То есть если вот мечта всей жизни... Надо ехать за окраину, все-таки это далеко, ну, как бы... Нет, на самом деле, мне нравится выступать, вот, допустим, если это в городе, в Астане, не выезжать никуда, в городе я люблю. Когда мне говорят, выездные какие-то концерты, приходится расставаться с своей дочерью, уезжать, тебя двое суток, трое суток нету дома. И это немножко так вот утомляет, вот эти поездки, смена обстановки, что-то, что-то. То есть тогда вы уже, у вас есть четкий какой-то, какая-то четкая история? Да, выездные, это у всех артистов, это уже стоит дороже. Вот. Но Маржана Рапаева на сегодняшний день востребованная певица? Судя по тому, что у меня очень много выступлений, весь август у меня запланировано, я всегда говорю, аллахашкар, вот, пару каких-то дней свободных, где у меня ничего нет, ни съемок, ни выступлений, ни концертов, ни корпоративов. Судя по этому списку, который у меня вот первый раз в жизни произошел, мы не успевали просто писать, вот, со мной помощники, записывайте нам, звоните, 20 какой-то, 2, 13, да, записываем, я свободно. Мы говорим, что бывает, что в один день 5-6 выступлений, и нужно успеть объездить, это просто физически невозможно, на самом деле. И приходится уже отказаться, или там, извините, чтобы не подводить людей, и не успеваешь просто заехать, петь пару песен, на это практически не хватает времени, бывает такое. То есть на сегодняшний день вы востребованы, у вас весь, вы говорите, август расписан, это говорит о том, что вы хорошо зарабатываете. Я думаю, что хорошо. А на что вы тратите деньги? Я трачу деньги, я очень много люблю развлечений. Каких? Ну, я не скажу, что на это уходит прям основная моя сумма, но, допустим, куда-то съездить, отдохнуть, просто вот уйти от всего, взять дочку, семью, вырваться куда-то, я не знаю, сделать хорошие покупки. Я вот, вообще, шапоголик на нет, ужасно, куда-то мы езжаем, когда выезжаем за границу. Если вот дали вот время у вас репетиции, допустим, с часа до трех, а потом вы свободны, свободные люди идут где-то, я не знаю, покушать, просто отдохнуть, что-то, посидеть, поговорить, нет. В этот момент меня нет, я ухожу по магазинам, все, меня нет. Всяких вот туфлей, обуви, это моя стресса вообще. Но вы шапоголик брендоман? Или вот для вас важен брендоман? Нет, не брендоман, нет, абсолютно. Вот когда меня спрашивают, от кого это платье, от кого это, что это, я не знаю, от Гуччи или кого, я говорю, да я не знаю, я купила, мне понравилось, сейчас посмотрю, посмотрю на этикетку. А оказывается, представляешь, вот там такой вот известный бренд, вот ты даешь и начинаешь с меня с подружки. То есть я за брендом не гоняюсь, для меня очень важна качественная вещь, и чтобы она на мне хорошо сидела. Ну туфли за 2000 долларов можете позволить себе купить? Немножко жалко. Могу позволить, могу, но я думаю, что с другой стороны, знаете, раньше было такое понятие, больше, 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 много, 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 и бывает, что некоторые вещи, они абсолютно не нужны. Ты понимаешь, что ты заря потратил деньги. А сейчас я, наверное, прибегаю к тому, что... Меньше, 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 но это будет пусть дорого, качественно, это я начала понимать вот совсем недавно, наверное. Были моменты, когда мне сестра меня просто ругала, говорила, ты тратишь деньги на ненужные вещи, вот зачем вот тебе вот эти три ненужных блуза, допустим, когда ты можешь купить, собрать эти деньги, вот, и купить одну блузку, где ты можешь ее использовать во всех случаях, допустим, на мероприятие куда-то пойти, на работу или что-то. Вот, и это приходит с опытом, наверное, жизненным опытом, на самом деле. 35 лет даже я понимаю, что я, оказывается, делала два года назад совсем неправильные вещи, делала неправильные затраты, делала неправильные какие-то вклады или что-то бессмысленное, какие-то были, что-то, какие-то действия, наверное. А сейчас я понимаю, что уже четко знаю, что мне нужно конкретно. Сейчас, вот говорите, на что вы тратите деньги. Я получила от государства, я его выкупила по государственной сумме, дом. Сейчас у меня есть цель, я хочу купить, приобрести квартиру, вот, и потом защищать ее своей дочерью. То есть, получается, от государства вы получили дом? Да. Я получила в двух уровнях коттедж. Бесплатно? Нет. Ну, совсем мало стоит. Очень мало. А как это? Что это за программа такая новая? Вот, вот, в какое-то время были построены коттеджи, они очень одинаково... То есть, однотипные? Однотипные, да. Дома принадлежали... Где жили артисты, допустим, филармонии, вот, там танцевальный коллектив, солисты, вот. А потом эти дома уже отдали на приватизацию, как частная собственность. Вот, мне повезло, что я приехала в Ормин, год-полтора отработав в филармонии, вот, поработав, и мне, вот, директор филармонии, на тот момент, Бекбалак Пайсагатов, он принадлежал, предложил мне, не хочешь приватизировать коттедж, есть возможность. Я говорю, конечно, конечно, сколько это стоит, я соберу, я найду эти деньги. Ну, то есть, не было момента, когда вам приходилось жить в общежитии? В общежитии я жила в студенческие годы. После окончания института, когда я еще работала год в школе, в средней школе, я была педагогом, учитель музыки, я жила вместе с сестрой, она училась в АГУ, Государственном университете, имени Абая. Вот, я вместе с ней жила, то есть, я знаю, что это такое, жизнь в общежитии, общая посуда, общий душ, комендантский режим, закрываются ровно в 11 дверей. Если не успел, то все, никто тебе не откроет, пока не подаришь там коровку в конфет или что-нибудь, пожалуйста, упустите меня. Но во взрослой жизни, то есть, не приходилось, да? Нет, во взрослой жизни, слава богу, не приходилось, потому что это очень сложно, на самом деле. Я уже, можно сказать, с семьей, когда у меня была дочь, ну, муж, я была замужем, я уже жила, допустим, мы уже переехали сюда в Астану, и нам предоставили вот жилье, в котором я уже по сей день живу, в котором я уже осталась, очень тяжело. Но до этого мы на квартирах жили, было, когда мы снимали съемные квартиры, это баулы, куча вещей, переезды, это морально, знаете, как это очень тяжело. И у меня всегда была главная цель, это жилье, крышу иметь над головой. Было дело, когда я ходила, я договаривалась с агентствами, чуть не взяла однокомнатную квартиру под ипотеку, которая стоила бешеные деньги, я не знаю, не стоит своей суммы. Это был момент, когда были взлеты на цену, домов, квартиры в Алмате. И тогда, помню, супруг сказал, если хочешь, платьи сама, каждый день себе, особенно с ума сходить не собираюсь, ненавижу это дело, кредит, ипотека, я против этого. Вот, я помню, что я дала это еще тогда тысячу долларов в залог, и я просто на свечи не пошла. Мне звонят, Маршан, если вы не придете, залог останется у нас. Я говорю, хорошо, пусть я зову залог, чем я буду каждый, 20 лет, мы учатся каждый месяц. То есть кредиты, в долги вы не лезете? До сих пор у меня нет ни одного кредита, я не, вообще не имею с этим дела, я даже не знаю, что это такое. Мне кажется, что это немножко сложно. Вы знаете, я такой человек, я не люблю давать долг и не люблю брать. А на черный день откладываете? Конечно, обязательно. На черный день я откладываю очень-очень много денег. То есть я трачу... Вот если вот ваш ежемесячный заработок, да, если в процентном соотношении, сколько процентов Маржана Рапаева откладывает? Откладываю я процентов 60 точно. То есть вы живете на 40 процентов, вы практически как в Европе. И это мне очень-очень достаточно, на самом деле. Вот. Конечно, может быть, человек, люди устроены по-разному, кому-то это достаточно, для кого-то это очень мало. Но я думаю, что я могу позволить себе почти все. То есть любую одежду. А кто вас балует? Хорошие дорогие рестораны. Балуют меня? Балует меня народ. Ну как балует? А если конкретнее? Вы сейчас не замужем? Нет, я не замужем. Вы имеете в плане чего? Ну, я имею в виду, есть мужчина, может быть, который вас балует? Ну, есть человек, да, который очень меня любит. Наверное, главное, что я в нем ценю, это человеческие качества. То есть человеку не нужно там твоей славы, что ты певица, что вокруг к тебе подбегают, берут автографы, и он этим гордится, да. Это абсолютно, то есть для него, в первую очередь, это просто человек, вот, как личность. Интересная такая женщина, позитивная, такая вот. Замуж второй раз собираетесь? Ну, я думаю, что, знаете, одиночь, с одинокой женщиной быть, это нехорошо. Нужно иметь семью, нужно иметь детей. В первую очередь, я очень хочу детей. Вот, и в ближайшие два года у меня, наверное, все-таки посвящу этому. То есть замуж вы собираетесь? Наверное, ближе к этому идет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...